Меня зовут Рик Реннер, я нахожусь в гроте в Гефсимансом саду. Эту пещеру обнаружили в 4 веке, и было установлено, что именно здесь Иуда предала Иисуса. Многие события, связанные с предательством, о которых мы читаем в Евангелии, тоже произошли здесь. В Евангелии от Иоанна, 18 главе с 5 по 6 стих, описывается одно из них. Пещера была битком набита солдатами, пришедшими сюда, чтобы арестовать Иисуса. Мы знаем, что в тексте упоминается «отряд воинов». Слово «отряд» — перевод греческого слова «спира», означало «римская когорта». Контингент такой когорты включал от 300 до 600 солдат. Военные заполонили не только все пространство внутри пещеры. Они стояли у входа и снаружи. Солдаты были буквально повсюду. Все они пришли арестовать Иисуса. И подавая условный сигнал, Иуда поцеловал Иисуса. Пришедшие сказали, «Мы ищем Иисуса на зарее». На что Иисус ответил, «Это я». По-гречески «эго эйми». Именно эти слова сказал Бог, открывая свое имя Моисею в 3 главе книги Исход. «Я есмь сущий». В греческом переводе текста Ветхого Завета здесь написано «эго эйми». Это в точности те же слова, что Иисус произносит в Евангелии от Иоанна 18, 5-6 стихи. Он сказал «это я». По-гречески «эго эйми», то есть «я есмь сущий». Тем самым Иисус приравнивает себя Богу. В ту же секунду произошло что-то необыкновенное. В этих стихах сказано, что все эти воины, не один или два, но все, отступили назад и пали на землю. Фраза «отступать назад» означает поколебаться в нерешительности, пошатнуться, потерять равновесие. Они начали пятиться, пятиться назад и упали. Воины словно получили сильнейший удар и лишились опоры. Библия говорит, что они пошатнулись, начали пятиться назад, пытались удержаться на ногах, но на них обрушилась сила такой мощи, что они упали. «Упасть» — греческое слово «пипто», описывает стремительное падение, сильный удар о землю. Солдаты ударились о землю. Что же сбило их с ног? Что заставило их пошатнуться и потерять равновесие? Слова «Эго Эйми». Когда Иисус сказал «Это я», «я есмь», сильнейший удар божественной силы повалил всех на землю. Эта пещера была завалена упавшими воинами. Причиной того было не оружие, а великая сила в словах Иисуса. Подумайте, сколько силы было лишь в словах Иисуса. Эта сила проявилась. Он просто сказал слова «Я пришла сила», когда его пытались арестовать. Солдаты не смогли бы арестовать Иисуса, даже при наличии светильников, фонарей, оружия. Всего этого было бы недостаточно, чтобы схватить его, ведь он мог только словом сбить их с ног. Иисус все же был арестован в ту ночь, потому что он добровольно позволил им сделать это. Иисус понимал, что должен исполнить волю Отца. Пострадать и стать жертвенным агонцем. Об этом я хочу говорить с вами сегодня. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. В Гефсиманском саду произошло нечто сверхъестественное. Иисус сказал, «Это Я». За этими словами последовал мощный удар божественной силы. Солдаты начали пятиться назад и упали на землю. В пещере, где находились Иисус и ученики, будто разорвалась бомба. Внезапно воины зашатались и попадали. Что же произошло в той пещере, когда Иисус произнес, «Это Я». Именно об этом я хочу поговорить с вами сегодня. Но прежде, позвольте сказать вам, что если у вас есть молитвенная нужда, мы готовы и хотим молиться за вас. Мы верим в силу Иисуса Христа. Она действует и сегодня. Мы верим, что когда мы молимся, когда мы применяем веру, Бог совершает чудеса. И если у вас есть нужда, свяжитесь с нами, сообщите, о чем мы можем молиться. И мы встанем в молитву и будем верить, что Бог совершит для вас чудо. Эта программа стала частью аудиоцикла «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Я вырос в церкви, где на Пасху каждый год звучала одна и та же проповедь. Это было хорошее слово, но мне было интересно, какие детали пасхальной истории мне еще неизвестны. Я начал изучать Евангелие и находить то, о чем мне никто не говорил. Эти факты всегда были в Библии, просто мне о них не рассказывали. Вот почему этот аудиоцикл называется «Неизвестные факты пасхальных дней. Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Материал сопровождается учебным пособием, где греческие слова, факты, библейские стихи, тезисы, вопросы для размышления, он прекрасно подходит для самостоятельного изучения. Вы можете заниматься с друзьями. Анотация гласит «Последние дни часы земной жизни Христа содержат откровения, которые мы можем применять в своей повседневной жизни». Благодаря учению Рика Реннера вы сможете по-новому взглянуть на события, которые произошли на пути Христа от Гефсиманского сада Голгофи, на чудо его воскресения и на то, что было после. Вам действительно понравится этот материал, и я также предлагаю вам скачать ознакомительную версию книги «Заплачено сполна». «Важнейшие истинные факты Христовых страданий». На ее обложке сказано «Свежий взгляд на известную вам историю». Это захватывающее повествование о последних часах жизни Иисуса. Ее особенно полезно прочитать в преддверии Пасхи, чтобы приготовить свое сердце. Сегодня я прочитаю из этой книги небольшой отрывок. Мы продолжаем нашу серию программ «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». Тема сегодняшней передачи – «Сила Его присутствия». Что это значит? Давайте отправимся в Гефсиманский гроб, пещеру предательства, где произошли все эти события. В Евангелии от Иоанна 18.3 говорится о том, что случилось в ту ночь. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками оружия. Мы уже разобрали этот стих, но я думаю, что нам нужно сделать его краткий обзор еще раз, чтобы вы поняли, насколько мощной была Божья сила, которая действовала в ту ночь. Послушайте, кто пришел к той пещере с Иудой. Во-первых, Библия говорит об отряде воинов. Греческое слово «спейра». Этим словом описывали военную когорту, или десятую часть легиона, то есть около 600 солдат. Кто-то говорит о диапазоне от 300 до 600. Вероятно, их число было ближе к максимальному. Легион состоял из 6000 воинов, поэтому в одной десятой легиона было 600 человек, хорошо обученных, вооруженных до зубов, лучшим вооружением того времени. Итак, если бы Иуда привел только их, и теперь мы знаем, что с ним пришли не только двое или трое или пятеро, и даже не 10-12, а целая когорта солдат, то это уже 600. Удивительно. Согласитесь, это сильно отличается от той картины, которую мы себе представляли ранее. Однако с ним также пришли служители от первосвященников и фарисеев. Слово «служители» — греческое слово «хуперетес». Это слово описывает стражу, тех, кто служил на территории храма, охранники. Зная эти факты, мы можем понять, почему в Евангелии от Матфея 26-47 говорится о множестве народа. Греческая фраза «оклас полус». Эта фраза означает «огромное, необъятное количество людей». В Евангелии от Марка 14-43 это подтверждается. Тут также стоит слово «оклус», которое означает «многочисленное собрание людей». В Евангелии от Луки 22-47 врач Лука, который всегда тщательно подбирал слова, тоже использует термин «оклус», сообщая нам, что отряд воинов, пришедших в ту ночь с Иудой, был бесчисленным. Напомню, что слово «спейра» описывает римскую когорту, одну десятую легиона, до 600 воинов. И еще была храмовая полиция. Уйма народу. Обратите внимание на то, что они несли. В Евангелии от Иоанна 18-3 сказано, «Итак Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев». Или этот текст можно прочитать так. «Итак Иуда, взяв 600 воинов и полицейских, служащих из храма, от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием». Мы уже говорили о том, что означает слово «фонарь», греческое слово «фаноск». Это источник яркого света. Это прожектор того времени, прожектор первого столетия. Это источник очень яркого света, который проникает в темные места и освещает то, что сокрыто во тьме. Я полагаю, что те фонари были своего рода портативными прожекторами. Солдаты, планируя искать Иисуса, взяли с собой достаточно осветительных приборов, чтобы озарить весь Гефсиманский сад, который занимал целый склон Елеонской горы. Библия говорит о том, что они принесли светильники, греческое слово «лампос», от которого происходит слово «лампа». Это масляный светильник, который мог гореть долго, у него был фитиль. Заправляли эту лампу маслом, и она могла гореть всю ночь. Итак, они принесли фонари, светильники, фанес, прожекторы, способные осветить весь склон горы Елеонской. На случай, если эти фонари выработают свой запас, солдаты также взяли светильники, греческое слово «лампос», масляные лампы, которые могли гореть до утра. Все это означает, что на розыске Иисуса был отправлен поисковый отряд, который был готов, если потребуется, прочесывать местность всю ночь. Вероятно, Иуда думал, что Иисус попытается исчезнуть, скрыться. Однако они принесли с собой не только осветительные приборы. Писание говорит, что они взяли с собой оружие, греческое слово «хоплос». Использованное здесь слово описывает полную боевую экипировку римского воина. Пояс, нагрудную броню, наколенники, шипы, обувь, щит, медный шлем, меч, короткое копье. Все это – экипировка для серьезной схватки. О силе Иисуса ходили легенды, все знали о ней. И кто знает, что Иуда наговорил властям? Предатель сам многого не понимал и подозревал Иисуса в разных вещах. И он сказал, возьмите оружие, у Иисуса большая сила. Поэтому они взяли фонари и светильники, чтобы искать Иисуса до утра, если потребуется, а также оружие, чтобы преодолеть силу Иисуса. Но и это еще не все. В Евангелии от Марка 14, 43 написано, «И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа». Повторю, «множество народа» – греческое слово «оклос», необъятное количество воинов. Взгляните на то, что они несли. Мечи, колья, слово «меч» – греческое слово «махайра». Мы уже говорили об этом. Это жестокое холодное оружие. Это был короткий меч в форме кинжала, и им пользовались для нанесения ударов в ближнем бою. Нанесение ударов. Это было смертельное и наводящее страх оружие, почти всегда наносящее смертельную рану. Единственной причиной ношения подобного оружия было предположение, что вам придется вступить в ближний бой, в котором нужно будет наносить удары и проливать кровь. У солдат также были колья. Так написано в Библии. А что это за колья? Это оружие с толстым и тяжелым древком. Крепкая булава, дубина. Это оружие использовали для боя и нанесения тяжелых ударов. Нередко. Это оружие использовали, чтобы забить человека до смерти. Итак, в ту ночь Иуда привел с собой очень большое количество людей. Они принесли осветительные приборы, оружие. ведь он сказал им, что Иисус обладает великой силой, поэтому пришедшие были готовы к схватке. Давайте посмотрим, что произошло после того, как они вошли в пещеру, где находились и Иисус, и апостолы. Библия говорит, что произошло нечто похожее на эффект разорвавшейся бомбы. И вот как это было. В Писании сказано, что когда Иуда и воины вошли в пещеру, Евангелие Таана 18,4, Иисус задал им один вопрос. Иисус не испугался солдат и, выйдя к ним навстречу, спросил их, «Кого ищите?» Иисуса Назарея ответили они. Итак, Иисус спросил, кого они ищут. Они ответили, что ищут Иисуса из Назарета, ожидая, что он признается и скажет, «Я, Иисус из Назарета». Но вместо этого Иисус сказал, «Это Я». И в Евангелии от Иоанна 18,6 написано, «И когда сказал им, «Это Я», они отступили назад и пали на землю». В 5-6 стихах «Это Я». Это перевод. Однако в греческом тексте написано иначе. Там стоит фраза «Эго Эйми», которая означает «Я Есмь». То есть в 5-м стихе Иисус буквально говорит «Я Есмь». В 6-м стихе написано «И когда сказал им «Я Есмь», они отступили назад и пали на землю». Эта фраза «Эго Эйми» употребляется в книге Исход 3,14, где приводятся слова Бога. Евреи, которые находились среди солдат, пришедших в ту ночь, чтобы арестовать Иисуса, услышав, как Иисус сказал «Эго Эйми», узнали слова ветхозаветной септуагинты. Они знали, что это слова из 3-й главы книги Исход, где Бог назвал себя по имени. Книге Исход, 3,13,14, написано «И сказал Моисей Богу, «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог Отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, как Ему имя. Что мне сказать им? Моисей задал вопрос Богу. «Как тебя зовут?» И в 14-м стихе послушайте, что сказано. «Бог сказал Моисею, я езм сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым». «Сущий Иегова послал меня вам. Я есмь». По-гречески «эго эйми». Та же самая фраза в тексте Септуагинты. В точности. Такие же слова Иисус произнес в пещере в Гефсиманском саду. Когда солдаты сказали, что ищут Иисуса из Назарета, Он ответил «эго эйми», «Я есмь». Иисус назвал себя Богом. Это был не первый случай, когда Иисус употребил эту фразу, говоря о себе. Например, именно такую формулировку, именно эту фразу, «эго эйми», или «я есмь», Он использовал в Евангелии от Иоанна 8,58, сказав, «Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, эго эйми, я есмь». Иисус назвал себя Богом Ветхого Завета. В Евангелии от Иоанна 13,19 Иисус еще раз использует слова «эго эйми». «Теперь сказываю вам, прежде, нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я». В оригинальном тексте написано «эго эйми», Иисус называл себя «Я есмь сущий», по-гречески «эго эйми». Он назвал себя Богом Ветхого Завета. Итак, когда Иисус сказал солдатам «Я есмь», Он буквально назвал себя Богом. Солдаты хотели знать, кто Он. Возможно, они ожидали, что Он скажет «Я Иисус из Назарета». Но вместо этого Иисус сказал «Я есмь». Более точно шестой стих прозвучит так «И когда сказал им «Я есмь», они отступили назад и пали на землю. Когда Иисус произнес эти слова «Я есмь», высвободилась великая сила. Это было похоже на мощный выброс энергии «Я есмь». Будто взорвалась бомба, из-за чего солдаты начали пятиться назад и упали. Что это за фраза «отступить назад»? Греческое слово «аперкумай» указывает на то, что солдаты и полицейские, те, кто пришел, начали шататься, запинаясь, они пятились назад. Мощная сила оттолкнула их и бросила на землю. Когда Иисус произнес «Я есмь», высвободилась сила, которая оттолкнула солдат, 600 воинов и храмовую стражу. Они начали шататься, запинаться, начали пятиться назад и в итоге упали. Упасть по-гречески «пипто» означает «повалиться, рухнуть». Это слово описывает человека, который рухнул, как подкошенный, словно упал замертво. Библия говорит, что солдаты пали на землю. На землю. Они просто рухнули, как подкошенные. Здесь стоит греческое слово «хеймай», которое означает «внезапно упасть и сильно удариться о землю». Солдаты были буквально подкошены Божьей силой. Они пытались противиться, пытались устоять на ногах, но они потеряли устойчивость и рухнули навзничь, как мертвые, ударившись о землю. Сильно. Они распластались под действием силы Бога, которая высвободилась, когда Иисус сказал «Я есмь». Изумительно. В пещеру пришли все эти солдаты со светильниками, фонарями, оружием, с мечами и кольями, вооруженные до зубов, готовые к серьезной схватке. А у Иисуса не было никакого оружия. Он всего лишь ответил на их вопрос. Он спросил «Кого вы ищете?» Они сказали «Иисуса из Назарета». Но вместо того, чтобы сказать «Я Иисус из Назарета», Иисус сказал «Хотите знать, кто я?» Я скажу вам «Я есмь». Сказав это, Иисус назвал себя Богом. И как только Он произнес «Я есмь» высвободилась сила, которая отшвырнула солдат и повалила их на землю. Подумайте об этом. Только представьте эту картину. В пещере собралось множество солдат. Они считали, что были достаточно хорошо вооружены, чтобы арестовать Иисуса. Но Он просто сказал «Я есмь». И они рухнули на землю. «Вот сила Иисуса». Очевидно, солдаты были поражены. Все слышно ими. Все эти истории о силе Иисуса, все это оказалось чистой правдой. Так оно и было. Иисус обладал невероятной силой. И вот когда Иисус доказал, что несмотря на все их вооружение, Его нельзя арестовать, когда они сами, медленно, шатаясь, поднимались на ноги, Иисус добровольно сдался им, потому что Он знал, что Его смерть на кресте – воля Бога Отца. У солдат не было достаточно сил, чтобы одолеть Иисуса. Далее мы узнаем, что Иисус мог призвать легионы ангелов себе на помощь. На земле не было такой силы, чтобы схватить Иисуса, если бы Иисус сам не позволил, сам не захотел. Иисус сдался добровольно, потому что знал, что такова воля Отца. Иисус просто произнес Божье Слово, и сверхъестественная сила повалила солдат на землю. И это та же самая Божья сила, которая сегодня есть у нас. Когда враг нападает на нас, когда угрожает, хочет уничтожить, мы должны провозглашать именно Божье Слово. И тогда сверхъестественная сила будет повергать нашего противника. Когда враг пытается атаковать, просто провозглашайте Божье Слово. Вы во Христе. У вас есть Божье Слово. У вас есть право провозглашать Его. И Божье Слово принесет силу, которая уничтожит врага. Это та же самая сила, которая действовала во Христе. И она сегодня действует во мне и в вас. Не знаю, как вы, но если бы я поверхностно читал Новый Завет, не углубляясь в детали, то я не обратил бы внимания на все эти вещи. Однако в той пещере у Елеонской горы произошло нечто невероятное, когда все солдаты упали под действием Силы Божьей. Время передачи подходит к концу. Я скоро верну, чтобы помолиться за вас. От дворца Понтия Пилата и до самой Голгофы каждый свой шаг к распятию Иисус сделал, думая о вас. Библия говорит, что Иисус умер, чтобы заплатить сполна за наши грехи. В книге «Заплачено сполна» Рик Реннер подробно рассказывает о последних часах жизни Иисуса на земле. Из этой книги вы узнаете о естественных и сверхъестественных деталях встреч и разговорах на пути Иисуса Христа от Гефсиманского сада до Голковского креста. «Заплачено сполна» это захватывающее повествование о любви и искуплении. Более глубокая и детальная, чем история, которую обычно рассказывают в воскресных школах. Скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна» важнейшие истины и факты Христовых страданий. Также вы можете скачать аудиосерию «Неизвестные факты пасхальных дней» «Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа». В этих 25 программах Рик Реннер рассказывает о самом известном событии в мировой истории и делится новыми фактами и размышлениями о том, что происходило в сердце Иисуса, какие душевные страдания Он испытывал в свои последние дни на Земле. Скачайте на сайте igc.org Это поможет вам стать духовно сильнее, обрести ценные библейские исторические знания. Вы по-новому познаете силу Голговского Христа и план Божьего прощения. Воспользуйтесь нашим специальным предложением. Зайдите на наш сайт igc.org и скачайте эти материалы уже сегодня. Меня зовут Джол Реннер. Я хочу сказать вам, что ваша поддержка служения «Облагая весть онлайн» оказывает влияние на тысячи жизней. По всему миру люди стали жить дольше, и многие люди преклонного возраста остаются в полном одиночестве без всякой надежды. Быть забытым всеми просто ужасно. Никто не должен умирать в одиночестве. Но благодаря вашей финансовой поддержке у нас есть возможность помочь этим драгоценным людям. Пожертвования наших партнеров дают им надежду на новую жизнь и чувство сопричастности. Каждую неделю мы устраиваем концерты для людей преклонного возраста. А после концерта мы приглашаем их на изучение Библии, где рассказываем им о Христе. Благодаря таким мероприятиям тысячи людей на закате своей жизни приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Здесь они нашли не только общество, в котором больше не чувствуют себя одинокими, но и обрели надежду. Они нашли Иисуса. Благодаря вашим сердцам, открытым для даяния, мы можем приводить этих людей ко Христу. И сегодня, если вы еще не являетесь нашим партнером, мы предлагаем вам стать им. С вашей поддержкой мы сможем повлиять на жизни еще многих других людей. Никто не должен умирать в одиночестве. Но что более важно, человек не должен умереть, не получив возможность узнать о Христе. Ваша поддержка очень важна для этих людей. Мы должны позаботиться об этих драгоценных Божьих детях. Прямо сейчас, находясь у себя дома, вы можете стать нашим партнером и принять участие в судьбе этих людей. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт igc.org. Помогая нам, вы помогаете другим. В Евангелии от Иоанна 18 Иисус назвал Себя «Я Есмь». Когда Иисус произнес эти слова, удар мощной силы повалил врагов на землю. Я хочу сказать вам, Иисус по-прежнему великий «Я Есмь». Я не знаю, с какими неприятностями или с каким неприятелем вы столкнулись сегодня. Может быть, это болезнь, финансовые проблемы, напряженные отношения. Возможно, у вас возникли трудности. Может быть, враг пытается подобраться к вам с разных сторон. Но Иисус и сегодня по-прежнему великий «Я Есмь». И Его Слово обладает силой. И если вы вместе с Иисусом будете провозглашать Слово Божье, Божье Слово повергнет ваших врагов, Божье Слово действенно. Эта программа стала частью цикла аудиопрограмм «Неизвестные факты пасхальных дней». Смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. В Евангелии много интересных фактов о смерти, погребении и воскресении Иисуса. Скачайте бесплатно, и ваше представление о пасхальных событиях изменится. Также скачайте ознакомительную версию книги «Заплачено сполна. Важнейшие истинные факты христовых страданий». Прекрасная книга. Позвольте помолиться за вас. Отец Небесный, во имя Иисуса я молюсь за друзей. Я провозглашаю Слово Твое, и пусть сила Твоего Слова повергает врагов, которые пытаются напасть на моих дорогих друзей. Я запрещаю болезни во имя Иисуса, запрещаю финансовому дефициту во имя Иисуса. Я связываю разногласия, и, Отец, я молюсь о том, чтобы Твоя сила повергала врага во имя Иисуса. Аминь. И помните, о чем говорится в книге Клисиаста 8, 4, «Где Слово Царя, там власть». Это правда, и пусть сила Божьего Слова действует в вашей жизни сегодня. И мы с вами увидимся в следующей передаче. Спасибо, что были сегодня с нами. Чтобы получить дополнительную информацию о служении Рика Реннера и материалах служения, посетите сайт ignc.org или свяжитесь с нами в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин